Сейчас в этой студии я чувствую себя немножко неловко, потому что все люди в спортивном, как надо, и одна только я выделяюсь. У нас уже в гостях Татьяна Ратманская, руководитель Центра тестирования ГТО СФУ, и Валентина Макаганчук, руководитель отдела реализации комплекса ГТО и развития массового спорта Центра спортивной подготовки. И прямо сейчас мы уже будем говорить про комплекс ГТО. Что это такое? Доброе утро. Что это такое сейчас, в 23-м году вообще? Поменялось что же? Доброе утро. Да, поменялось. У нас на данный момент 18 ступеней. Это Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс, который направлен на развитие массового спорта. Это нормативная основа физического воспитания населения страны. Татьяна, ну вы со студентами работаете, так я понимаю? Я со студентами. Или и студенты-преподаватели? Преподаватели в меньшем проценте. Ага. Студенты как вообще к ГТО относятся сейчас? Или это обязательная для них такая штука? Галочка. Ну, вы правы, для школьников-абитурентов сейчас есть бонусы, если кто выполнит, да, на знак отличия, серебро-бронза, либо золото, бонус при поступлении. В Сибирско-федеральном университете бонус это дополнительно 2 балла. Это очень полезно, иногда это спасает ситуацию значительно. 98 набрало, я же еще ГТО сдавал. Да, да, да. Итак, ну как студенты, которые никогда не сдавали, они сами идут вообще или ленятся? Не ленятся. Год мы работаем и в мае у нас в институте есть день спорта, такой день, где мы принимаем нормативы ГТО. В этом году было очень много желающих. А вот у нас, например, в Гремячей Греве есть очень много трасс, которые так и называются ГТО. Это как раз-таки что, для того, чтобы там все это выполнять? Нет, там трассы созданы для того, чтобы вы там подготавливались к выполнению испытаний. Это для подготовки. Все мероприятия, которые можно выполнить испытания, они проходят в центрах тестирования. Вот какой сейчас представляет Татьяна. А вот если у нас, допустим, бег по пересеченной местности, куда обычно едут? Вот в Красноярске, в каких это местах? Или это в секрете держится? Нет, это не в секрете. Проходит все в основном в Октябрьском районе, на стадионе Динамо, в лесополосе. Там проходят эти испытания. Испытания, на самом деле, в комплексе ГТО очень много, их свыше 50. И каждый для себя может выбрать то, что он может выполнить на соответствующий знак отличия. Обязательные? Давайте перечислим обязательные. Обязательным относятся сила, выносливость, скорость, гибкость. Сила – это упражнение отжимания, либо подтягивания на сокоперекладине. Упражнение на гибкость – это наклон из положения стоя. Нужно коснуться пола. Скорость – это бег на короткую дистанцию, выносливость – бег на длинную дистанцию. Это основные дисциплины. А какие вот из самых интересных, которые вообще не очевидны на выбор? Спортивный туризм. И еще стрельба. У нас это очень пользуется спросом. Так, со стрельбой более-менее понятно, надо в мишень попасть. А вот со спортивным туризмом. Спортивный туризм. Ориентирование, да, скорее всего? Нет, это не ориентирование. Это навыки спортивного туризма. То есть любой человек, который уходит в спортивный поход, должен чем владеть? Палатка, установка палатки, установка костра, вязка узгов туристических, преодоление препятствий. Этому тоже проходят, да, обучают специалисты, спортивные судьи по туризму и участники. То есть судья стоит, так, давай, вяжи узел. Так, дальше давай. Вот тушенка и макароны, давай. Соединяем. Со всем, конечно, так он подсказывает, помогает, учит. Судя по тому, что я в спортивной одежде, и вот этот коврик есть, что-то вы... Да, мы проверим у вас силовую подготовку. Ну, давайте проверим. Вот так, давай, Антон, вперед. Есть норматив, значит, сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу. Мы попробуем. Сейчас Антон в прямом эфире попробует выполнить. Мы посчитаем, и вам даже можем сказать, на какой знак вы выполните. А, вы мне стоп, не будете, да, говорить, сколько сможешь? До конца. Так, надо же технику еще и как-то... Вы же можете не засчитать, если я... Да, да, сгибание локтевого состава 90 градусов. Полностью. Неси транспортир. У меня хорошие глазомеры, я буду так смотреть. Ох! Мы начинаем. Так, ну давайте. Давайте. Грудь должна коснуться. Да. Раз. Раз. У меня живот первым касается. Два. Чуть-чуть пониже. Да, Антон, на опыте. Четыре. Пять. Шесть. Ну что, Антон, тяжело? Девять. Чуть-чуть пониже. Двенадцать. Достаточно. Чуть-чуть пониже. Как приятно смотреть, когда работаешь не ты. Все. И где там, вот этот предел, где пониже. Достаточно. Так. Молодец. Предел. Есть специальная платформа, она загорается во время... Касания. Касания, да, когда человек выполняет норматив. Так, двенадцать раз. Если я претендую на золото, то это для какого возраста? На золото надо в вашей ступени 33 вроде. Тридцать три. Вот сейчас я отдышусь и еще три раза таких сделаю. Да. До конца программы времени много. А как готовятся люди к этому? Надо просто каждый день отжиматься, да и все? Ну, да. Либо, если вы занимаетесь каким-то своим видом спорта, я думаю, какая-то ОФП, база в вашем виде спорта, она есть. И вы можете поднять уровень физической и функциональной подготовленности в течение года. Надо какие-то документы приносить с собой сейчас людям, которые не являются студентами, а просто вот Лера. Для всех участников одинаковый порядок, участие в комплексе готово. Самый первый шаг – это регистрация на сайте Всероссийского комплекса gto.ru. Там вы можете узнать все свои нормативы, можете зарегистрироваться, будет понятно, что вы можете сделать, что нужно, какой-то вид испытания вам нужно потренировать. Например, прийти к Татьяне на занятия. Сейчас попробуем принять. А вы прям занятия проводите, да? Да, в институте. Через, вот тут студентам везет. Да, так они вот, понимаешь, самые что ни на есть спортсмены. А тебе нужно немножко это запомнить. Но еще хотели бы подметить то, что в настоящее конкретно время человек с 6 лет до 7-10 и более может выполнить нормативы gto. О, раньше, да, раньше это было невозможно. Так у нас еще невозможно. Да, причем, видишь, там, чем выше возраст, тем проще, тем меньше повторений надо делать. Да, да, да. За меньшее время пробежать, меньше раз подтянуться, вообще кайф. На самом деле в Красноярском крае больше 140 тысяч граждан, жителей нашего края, которые имеют знаки отличия. Но знаки выдаются не сразу, а через несколько месяцев. Да, порядок получения знаков достаточно продолжительный, поэтому мы ожидаем, когда желающиеся выполнить испытания комплекса gto, определим количество этих участников, и только потом к нам знаки в Красноярский край поступают. Ну, может быть, Антон у нас напоследок еще что-нибудь сделает? А что у нас еще было? Давайте, также мы у вас попробуем принять гибкость. О, нет. Нет. Давайте я еще раз отожмусь. А что? Ты же пробовал однажды с Еленой Круглик на шпагат сесть. Это другое. Там ничего не мерили. Так, ну что? Ну, мы сегодня примем в положение сидя. Когда-то? А положение стоя выполняет. Я ходил на занятия по растяжке. И вот складка, это упражнение, складка называется, у меня было плюс 12 сантиметров. Ого, ну вот сейчас посмотрим. Сейчас у меня минус 40, наверное. Давай проверим, давай проверим. Там же еще задержать надо. Я, короче, задерживать не буду. Я так, суну туда, а вы по-быстрому замеряйте. Ну, перед каждым выполнением нужно разминочку. А, ну вот, да, я разминку-то не сделал. Времени-то не было. Ты мне не дала время. Мы тебе поэтому спишем на то, что ты просто не размялся. Так, ну все, вы готовы? Вы готовы? Вы готовы? Да. Три, два, один. Сколько было? Так. Нет, я повторять не буду. Где? Семь. Семь. Семь, нормально. На чугунный значок. Ну вот, видишь, отлично. Ты говоришь, 12 было, а тут недалеко ушел. В общем, занимайтесь, выполняйте норму ГТО. Нас в гостях сегодня были Татьяна Радманская, руководитель Центра тестирования ГТО СФУ, и Валентина Макаганчук, руководитель отдела реализации комплекса ГТО и развития массового спорта Центра спортивной подготовки. Ну и, конечно, несравненный Антон Москус, который сегодня сумел выполнить какие-то упражнения, и даже у него отличная растяжка. Ну ага. Я поехал готовиться. Заберите меня, пожалуйста. Да.